Арестовавшие Иисуса привели его к первосвященнику Каяфе, у которого уже собрались учители закона и старейшие. Петр, держась подаль, следовал за Иисусом и прошел прямо во двор первосвященника. Войдя внутрь, он сел со стражниками, чтобы увидеть, чем все кончится. Первосвященники и весь Высший Совет искали ложных показаний против Иисуса, чтобы приговорить его к смерти, но они ничего не могли найти, хотя и пришло много лжесвидетелей. Наконец вышли два человека и заявили. Этот человек говорил, я могу разрушить Божий храм и восстановить его за три дня. Потом первосвященник встал и спросил Иисуса, тебе нечего ответить на эти свидетельства против тебя? Иисус молчал. Первосвященник сказал ему, я заклинаю тебя живым Богом, скажи нам, ты Христос, Сын Божий? Ты сам так сказал, ответил Иисус. Но говорю вам, что отныне вы увидите Сына Человеческого, сидящим по правую руку от Всемогущего и идущим на облаках небесных. Тогда первосвященник разорвал на себе одежды и сказал, он кощунствует, какие нам еще нужны свидетели? Вы теперь сами слышали кощунство, каково ваше решение? Они ответили, он виновен и заслуживает смерти. Тогда Иисусу стали плевать в лицо и бить его кулаками. Некоторые же били его по щекам и спрашивали, пророчествуй нам, Христос, кто тебя ударил. Петр же сидел снаружи во дворе, когда к нему подошла служанка. Ты тоже был с Иисусом Галилеянином? Сказала она. Но Петр отрицал перед всеми. Я не знаю, о чем ты говоришь. Когда он отошел к воротам, его увидела другая служанка. Она сказала стоявшим рядом. Этот человек был с Иисусом Назарянином. Петр снова все отрицал, поклявшись, что он не знает этого человека. Но спустя немного времени стоявшие там люди подошли и сказали ему, точно, ты тоже один из них? Тебя и говард твой выдает. Тогда Петр начал клясться и божиться. Я не знаю этого человека. И тотчас пропел петух. И тогда Петр вспомнил слова Иисуса. Прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. И выйдя наружу, он горько заплакал. Тебя и говард твой выдает. Скоро авторитетии. Продолжение следует. Продолжение следует...